Слава Богу, братья и сестры! Господь благословил нас. Мы слышали прекрасное пение сегодня. Будем читать Слово Божие. Не так давно мы с вами закончили серию проповедей, что такое грех. Последнее, на чем мы остановились, самое важное, это грех, отсутствие любви. Грех – это эгоизм. Один из текстов, которые нам говорят о любви, это 13 глава, 1 послание Коринфянам. Прочитаем. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять. А не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не разражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аминь. Ситуация, которая послужила написанию этого места, этого текста, она вообще, как мы знаем, первое послание к Олимпинам, оно построено так, что есть суть проблем, которые были обозначены в письме, которого мы с вами не читали, но его читал апостол Павел. И вот он послание, первое послание к Олимпинам, то есть что такое послание, это письмо. Послал письмо, и там он отвечает на эти вопросы, на эти проблемы, которые существуют в Коринфинской церкви. В Коринфинской церкви, как мы узнаем из этого первого послания, оказывается очень много проблем. Одна из первых проблем, с которыми мы сталкиваемся, это разделение церкви. Там не совсем понятно, по какому признаку они делятся. Единственное, что мы знаем, как название учителей, говорит, я Кифин, я Павлов, я Аполосов. Самые такие святые, самые правильные, радикальные сказали, а я Христов. Чувствуете, слышите, я Христов. Но апостол Павел почему-то не похвалил их, а их всех в одну гребенку. И сказал, вы допустили разделение в церкви, вы все виноваты, и Христовы тоже. И вот мы на 12, 13, 14 главе находим одну из причин, по которой, возможно, делились. Такой как бы камень преткновения. И это, как ни странно, дары. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему, казалось бы, 12, 14 глава, они вроде бы не связаны с одной стороны. Я, наверное, когда первый раз читал первое послание Коринфянам, вот я задался таким вопросом, как-то непонятно. В 12 главе про дары и в 14 главе про дары, в 13 про любовь, ну что-то непонятно. Оказывается, что просто, вот 13, она и говорит про дары, просто с точки зрения любви. То есть апостол Павел здесь говорит, на самом деле, о дарах. Он продолжает проблемы. Вот он сначала ее озвучил, потом показывает плоскость проблемы. И потом уже более конкретно, в 14 главе, он объясняет, что делать. И вот, он говорит, вот эти коринфяне, они начали, создалась проблема. Они начали превозноситься друг над другом. У кого какие дары. И попало так, некоторые дары, они сказали, вот эти дары нормальные. Вот это вот, эти дары, в частности, речь идет о языках. Вот это нормальные парни, это нормальные христиане. Остальные это так себе, побелить, покрасить. Вот мы говорящие, вот мы нормальные. А вы, ну так как бы, не совсем не нужны. И это очень плохо и стыдно, не иметь такого дара. И вот апостол Павел, объясняя, говорит, что даров много. Он перечисляет дары и говорит, вот если, ну не может рука превозноситься там над глазом. Что все нужны, все важны в теле. Даже вот телу без одного ногтика, без мизинца, уже очень-очень нехорошо. И очень больно. Всему телу больно. И если какие-то клетки не работают даже, которые незаметны, они, видно, сразу проявляются в какой-то патологии в организме, очень неприятной бывает. Потому что, ну, что-то не работает. Что-то очень, как бы, мешает нам жить. Своей не работает. И вот он говорит, что нельзя, любовь не превозносится. Говорит, у вас проблема, вы родители, в первую очередь, о любви. У вас проблема в том, что вы, вы даже такие духовные вещи, вы просто плоские люди, вы друг перед другом превозноситесь. Это одна из превозношений, то, что мы, одна из характеристик любви, о которой мы сегодня поговорим. Превозношение очень сильно также развито в мире. Мир постоянно друг перед другом превозносится. Много-много придумано, даже мода и много чего другого придумано, чтобы просто превозноситься друг перед другом. То есть, один из самых простых, дешевых способов стать лучше, превознестись. Как вы думаете? Есть даже простые вещи, которые даже, как сказать, одобрены Библией, стать лучше. Никто не мешает развиваться в любой сфере и становиться лучше. И это, с одной стороны, хорошо, и Библия это поощряет. Особенно книгу, притчи почитайте. Говорит, видел ли ты проворного человека в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями и так далее. То есть, Библия призывает нас стараться, совершенствоваться духовно, физически, материально. И много-много другое. Чтобы мы, как целостность, как личность, развивались во всех сферах. Чтобы мы были настоящими зрелыми мужиками, христианами, людьми, человеками и так далее. Об этом говорит Библия, и это нормально. Но это тяжело и когда, ну, немножко, так скажем, тяжело и трудно. Есть более простой способ возвыситься. Просто пусти ближнего, рядом стоящего, и ты уже вроде бы поднялся. Почему мы часто даже где-то так, где-то немножко с таким усложнением, бывает, слышим, когда кто-то падает. Особенно где-то брат такой сильный, он упал. А, кажется, не такой же сильный. Вроде мы на его фоне такие были, а теперь мы вот такие. Где? А мы же и остались на одном уровне. Ну, просто обстоятельства так повернулись. Брат упал или... Часто бывает, ну, даже если и не упал, но мы его вроде бы даже собрались в каком-то кругу, опустили и вроде бы уже выше. Или еще, ну, много-много другое. Отсюда, как бы, и берет очень много, ну, критика и все остальное. Вот, я посмотрел несколько словарей, которые говорят, что такое превозношение. В общем-то, они все как один говорят. Превозноситься – это значит становиться гордым, заносчивым, высокомерным, кичиться. Мы с вами понимаем, чтобы что-то делать или как-то двигаться, мы немножко все оцениваем друг друга, себя. Мы как-то... ну, есть просто объективный взгляд на вещи. И Библия этого не осуждает. Библия, ну, мы по-другому не можем. То есть, если молодой человек уступает пожилой женщине место в автобусе, это же не значит, что он превозносится. Хотя, ну, если так по логике вещей, ну, вроде бы он же должен, он же в этот момент понимает, что он сильнее, что он здоровее. Как же так? Или когда богатый человек подает бедному, или помогает, один человек видит нужду другого и помогает, он же должен как-то понять, что он в этот момент, у него больше денег. Но есть же объективные вещи, объективные показатели, характеристики и так далее. Но суд же не в этом. То есть, когда в этом и суть, Библия об этом постоянно говорит. Даже вот пример сильные, сносите немощи бессильных. То есть, он даже призывает, ну, или будь мудрым, уступи. Чтобы ты уступил, должен как-то осознать, что ты мудрый, мудрее. Или, ну, как-то придвинуться к этому. Или, говорит, сильный, сильно духовный, сноси немощи бессильных. Можно сказать, как, ну, часто слышал даже от братьев, говорят, а я вот, я такой, принимайте меня, как есть. Вот я нарру, потому что я вот такой бездуховный, я имею право порать, я имею право там вести себя. Я вот, ты себя считаешь духовным, или ты стараешься, старайся, а я вот не хочу. Я вот буду себя вести, как хочу. Нет, не об этом Библия говорит. И Библия говорит, то есть, когда ты понимаешь, какое-то, у каждого человека есть свои недостатки, достоинства, плюсы и минусы. Если ты что-то понимаешь, то есть, вот эта любовь, она, ну, человек просто вот в каком-то позитиве, в мире, он делает. То есть, он видит нужду, видит, что, ну, сейчас, на какой-то момент, ты как-то, лучше у тебя ситуация, ты помогаешь. Всегда или даешь совет, или учишь, или подаешь плечо, руку. Просто это как позитив. А есть негатив. Ты не помогаешь, а просто вот, как здесь в словаре написано, кичишься, ты там осуждаешь, ты обговариваешь. Ты просто говоришь, о, а я лучше, или вот он хуже. Помните, Иисус Христос говорил о таких людях и рассказал притчу в 18 главе Евангелия от Луки. 18 глава Евангелия от Луки. Когда, говорит, зашли два человека помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. То есть, возможно, он даже где-то приподнялся, посмотрел, открыл глаза во время молитвы, осмотрелся, выбрал себе жертву, выбрал, ну, кого бы такого найти, на чьем фоне ты сразу станешь таким приличным человеком. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешник, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это большая проблема. Зачастую Бог не дает где-то успеха или допускает какие-то ситуации, чтобы мы не превозносились. Сам апостол Павел говорит, что дано ему жало в плоть, чтобы что? Чтобы я не превозносился. Казалось бы, сам апостол Павел, но Бог даже как бы наперед, возможно, видя ситуацию, он допускает. Ну, потому что апостол Павел, ему давно было много. Чрезвычайность откровения, как он сам говорит, все дано было ему. Он говорит, дано жало в плоть, чтобы я не превозносился. Это очень важно. Это часто мешает и часто ведет к падению. Написано, если ты думаешь, что ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Кто сам себя возвышает, тот может упасть. И возвышать можно все в разных сферах. Абсолютно. Даже в духовном, в духовной сфере. Здесь фарисей как бы превозносился над мытарем. такой чисто в духовной сфере. Есть такая история, ходит по церквям, не знаю, но такая немножко, может, не парадоподобная, но бывает всякое. Молились в одной церкви три брата. Один, когда молился, говорит, Господи, я червь при Тобой. Следующий, когда пришла очередь, говорит, Господи, я прах перед Тобой. А третий, когда дошла очередь, Господи, прости им гордость их, я ничто перед Тобой. То есть, даже в таких вещах, даже в молитве где-то, или еще в чем-то можно допустить такую мысль превозношения. Но да поможет нам Господь, чтобы мы помнили. Ведь от превозношения очень многие проблемы. Проблемы в церквях, вот эти расколы, много чего другого. Посмотрите даже послание, послание римлян. То есть, огромное послание написано. Почему? Там проблема. Одни превозносились перед другими. То есть, люди, иудеи, которые там с детства верующие, они превозносились над людьми, которые только пришли. Это казалось, может, где-то немыслимо. Я сам недавно слышал от нашей молодежи. Это проблема. Проблема большая, когда люди превозносятся. Даже вместо того, чтобы воздать Господу славу, что они там родились в верующих семьях, какие-то требования или еще что-то, какое-то превозношение, какой-то негатив, критика. это недопустимо. В той же церкви в Коринфянам церковь, вот эти все склоки, проблемы, куча проблем из-за того, что превозносились друг на друга. Кто с какой партии, кто у кого какой-то дар меряется, кто лучше, еще что-то. И это проблема. Ученики Иисуса Христа тоже где-то постоянно выясняли, кто из них больше. Кто может, не знаю, по каким они характеристикам мерились, но тоже выясняли, как минимум два раза. Возможно, такое впечатление создается, что они все три года этим и занимались, только что выясняли, кто из них больше. Иисус Христос не превозносился, Он всех любил, и Он понимал, понимал, как сказать, все в цену, но Он никогда никого не унижал. Будучи Богом, будучи совершенным, будучи святым, Он помогал. Когда видел мытаря и грешницу, Он просто помогал, не критиковал, не превозносил. Даже вот будучи святым, казалось бы, будучи совершенным, Иисус Христос не превозносился. Да поможет нам Господь учиться и любить всех нас друг друга и не превозноситься. Любовь да не превозносится. Аминь.